Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Наксон. 20 июля 1969 года американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин совершили первую в истории посадку на Луну в ходе лунной экспедиции корабля «Аполлон-11». Ночью 21 июля Армстронг первый вступил на лунную поверхность, официально став первым человеком на Луне. Через 15 минут на Луну высадился и Эдвин Олдрин. Третий член экипажа Майкл Коллинз ожидал команду на окололунной орбите. Астронавты установили в месте посадки флаг Соединенных Штатов, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 килограмма образцов лунного грунта, которые были достали на Землю. После полета члены экипажа образцы лунной породы прошли строгий карантин, который не вел каких-либо лунных микроорганизмов. Хотя большинство людей в мире признают этот факт, остаются и те, кто в высадку на Луну не верят. В мире таких 6%, в России таких почти половина, 49%. Откуда и почему взялась эта теория заговора сегодня в ракурсе. Давайте вначале задумаемся о том, откуда вообще берутся конспирологические теории. Ученые утверждают, что вера в конспирологические теории – это результат нашей эволюции. Людям свойственно искать скрытую опасность, исходящую от враждебных гроб. Пока теории заговора изучены достаточно хорошо, психологи и социологи лишь предполагают, что вера в них – это не патология. В новейшей американской истории исследователи выявили несколько пиков популярности конспирологических теорий. Все они связаны с реально существовавшими социальными и политическими проблемами. Первый пик пришелся на конец XIX века, когда общество беспокоило появление компаний-монополий, контролирующих большую часть производства и торговли. Монополии подозревали в том, что они скрыто влияют на другие отрасли, в том числе на политику и чиновников. Конечно, такие слухи были не беспочвены, часто не имели никакого отношения к реальности. В 1950-е годы сохранились теории, связанные с коммунистическим заговором американской культурной элиты. В 70-е, во времена Вотергейта, доказательства систематического вранья властей о войне во Вьетнаме, появилось множество теорий, связанных с заговором правительства и спецслужб. Одной из них и стал лунный заговор. Сторонники теории не верили, что правительство действительно смогло организовать высадку астронавтов на Луне. При этом на лунную гонку были потрачены огромные бюджетные деньги. Скептики считали, что некая группа злонамеренно обманула общество, чтобы завладеть деньгами налогоплательщиков. Налицо были классические признаки теории заговора. Коварный, тайный замысел нескольких человек и причинение вреда окружающих. И таким образом, безусловно, такая совершенно фантастическая по своим результатам, как программа Аполлон, она не могла не привести к тому, что появятся внутри Соединенных Штатов сторонники теории заговоров и появятся за пределами нашей страны уже не просто некие группы, а совершенно конкретные правительства, которые посчитают, что если не смогли достичь паритета с американцами в лунной гонке, значит, надо приложить все усилия, чтобы доказать, что американцев на Луне вообще не было. Ну, конечно же, это был Советский Союз и меч в руках Коммунистической партии КГБ. Вот они стояли за тем, чтобы эта теория заговоров достигла Соединенных Штатов, нашей почвы, и буйным цветом произросла уже на американской почве. Ну, все-таки, вкратце, программа Аполлон. Время уходит, все забывается. Так вот, это была программа пилотируемых космических полетов Агентства Соединенных Штатов НАСА, принятая в 1961 году с целью осуществления первой пилотируемой высадки на Луну и завершенная в 1975 году. Цель программы была сформулирована президентом Соединенных Штатов Джоном Фиджером Кеннеди в его знаменитой речи 12 сентября 1962 года. Он сказал, что мы решили отправиться на Луну в этом десятилетии и делать другие вещи не потому, что это легко, но потому, что это трудно, потому что эта цель послужит наилучшей организацией проверки нашей энергии, наших способностей, потому что этот вызов мы готовы принять, мы не готовы его откладывать, мы хотим победить. Дмитрий Рич, и чуть-чуть отходя уже от теории заговора, конечно же, в нашей истории были президенты, которые способны были, говоря современным молодежным языком, зажигать. Луна Кеннеди был как раз одним из таких. Он умел создать в обществе настроение, не просто настроение некой приподнятости, что было во времена президента Кеннеди, но и настроение, что мы можем, что мы, американцы, способны, что у нас есть возможности, что мы можем всего достичь, если мы только этого захотим. И еще один интересный момент. Когда Кеннеди уже участвовал в президентской гонке, это был 1960 год, он собрал очень интересную группу советников, которые участвовали в этой гонке. Это были молодые профессора, знаменитая команда, это были молодые профессора, которые были специалистами в различных областях науки, и потом, когда уже президент Кеннеди был избран, они составили его научный совет, знаменитые 100 профессоров Джона Кеннеди. И когда он что-либо предлагал этой стране, он опирался на очень точные знания и на очень точные рекомендации тех людей, которые в тех или иных областях были реальными специалистами, реальными экспертами. Ну и кроме того, они все были оптимисты. Молодость, конечно же, это время оптимизма. И молодой президент, молодые советники, они верили в то, что это достижимо. А тогда, в 60-м, в 61-м году, полет на Луну, ну это была абсолютная фантазия, потому что то, что могла сделать американская астронавтика, да и советская космонавтика, это был облет Земли. Ну вот и все. О какой Луне можно было говорить? Не было ракеты, не было космических аппаратов, не было технологий, по сути, ничего не было. И тем не менее, работы по программе «Аполлон» приобрели общегосударственный масштаб, и по мобилизации научных, промышленных, финансовых средств превысили манхэттенский проект, номинутый проект создания атомной бомбы. В отличие от последнего, лунная программа не была секретной, что существенно упрощало и ускоряло ведение работ, так как все участники могли свободно обмениваться технической информацией как по вертикали, так и по горизонтали. Открытость работ позволяла осуществлять эффективный общественный контроль за их ведением, включая средства массовой информации. И если вспомнить Америку образца 1960-61-го, то мы были не просто самой богатой страной в мире, мы и сейчас, в общем-то, на первом месте в этом отношении, но мы были технологически самой развитой, самой продвинутой страной. И тогда Соединенные Штаты производили абсолютно все. И если вы приходили в американский магазин, то вы могли приобрести американский приемник, забудьте об этом, начиная уже с 80-х годов, могли приобрести американский телевизор, забудьте об этом, начиная с 90-х годов, вы могли вообще приобрести все американское. И вот это американское было самое продвинутое в мире. Другие нации могли только копировать. Более успешно, менее успешно, но все самое передовое было сосредоточено у нас. У нас была огромная сеть промышленных компаний, которые соединяли научные достижения, которые достигались в университетских лабораториях и с возможностями американского промышленного производства. То есть, когда речь шла о создании космической программы, по сути, речь шла только о выделении финансовых ресурсов, потому что все остальное уже было. Были научные кадры, была самая лучшая в мире фундаментальная наука, была отраслевая наука, было все. Вопрос был только о финансировании. И когда Конгресс Соединенных Штатов выделил необходимые ресурсы, безусловно, работа закипела. И в Америке, благодаря генеамериканских ученых, были созданы совершенно уникальные вещи. Ничего подобного даже представить себе было нельзя. Ну, хотя бы ракета «Сатурн-5», которая смогла осуществить эту миссию. Эта ракета была уникальной. И одной из уникальных особенностей этой ракеты были кириогенные двигатели первой ступени. Это был просто рывок в будущее. И группа создателей этой ракеты во главе с ученым Вернером фон Брауном, они смогли попросту опередить свое время. В Советском Союзе тоже вступили в лунную гонку, потому что, еще раз подчеркну, программа была абсолютно открытой. Более того, американский президент предложил советскому лидеру Никите Хрущеву присоединиться к этой программе и достичь Луны вместе, чтобы это был общий, соединенный или объединенный проект и Соединенных Штатов, и Советского Союза. Потому что Кеннеди говорил о том, что это необходимо не только Соединенных Штатов, и даже не столько Соединенных Штатов. Это необходимо человечеству. Если это необходимо человечеству, то эта программа должна быть той, которая отражает все человечество. Ну, а к тому времени только две страны могли выйти на уровень космической гонки – Советский Союз и Соединенные Штаты. А в Москве, недолго об этом подумав, отвергли предложение американского президента по причине, которая сейчас выглядит попросту смехотворной. Тогда они посовещались и решили, что таким образом американцы хотят выведать какие-то самые главные, самые страшные секреты Советской космической программы. И вот мы-то знаем, что американцы-то они отстают, и мы не позволим им узнать, каким образом мы достигли наших выдающихся результатов. Вот что в головах было у советских руководителей. С одной стороны, открытая американская программа, публиковалось все, что было достигнуто на том или ином этапе, публиковалось в научных журналах, проводились научные конференции, на которых участвовали советские ученые. С другой стороны, закрытая наглухо советская программа, которая оберегалась сотнями сотрудников спецслужб. Но в результате в Америке была создана эта программа, с этой уникальной ракетой, с каллигенной первой ступенью и так далее. А в Советском Союзе попросту не смогли создать двигатель, который позволил бы достичь Луны. Была создана ракета, которая выглядела абсолютным монстром. У нее был индекс Н-30. И в этой ракете решили сделать связку из двигателей. И вот те двигатели, которые поднимали корабль «Союз», было 4 двигателя, объединили в огромный пучок, и таких двигателей было 30. И более трезвомыслящие ученые, которые не боялись высказать свое мнение, советские ученые, говорят о том, что эта система неработоспособна. Нет таких систем управления, которые могли бы одновременно привести в действие, одновременно управлять, в одном и том же режиме, 30-ю ракетными двигателями. После нескольких запусков, после первого же запуска эта ракета потерпела катастрофу, но, в общем-то, на этом советская лунная программа и была прекращена. Программа, подчеркиваю, пилотируемых полетов, потому что, если вы собираетесь просто достигнуть поверхности Луны с автоматическим аппаратом, вам необходим намного меньше забрасываемый вес, а, следовательно, вам нужна намного меньшая мощность двигателей. Поэтому, когда мы говорим о программе «Аполлон», мы говорим о программе пилотируемых полетов. Итак, 20 июля 1969 года, в ходе полета «Аполлона-11» с высадкой на Луну Нила Орстонга и базы Олдрина, это была цель достигнута. Но были и последующие полеты. Всего по программе «Аполлон» были совершены 6 успешных высадок астронавт на Луну, 6, подчеркиваю, последние в 1972 году. Эти 6 полетов по программе «Аполлон» на данный момент единственные за всю историю человечества, когда люди высаживались на другом астрономическом объекте. В программе «Аполлон» была третьей программой пилотируемых космических полетов, принятой НАСА. В этой программе использовал космический корабль «Аполлон» и серия ракет-носителей «Сатурн». И, кстати, эта же сверхмощная ракета позволила потом создать программу «Скайлэп» – небесная лаборатория. И вот в этой программе, благодаря этой программе, был и советско-американский космический проект создан, «Союз Аполлон». Но, в общем-то, эти более поздние программы потом рассматривались как часть полной программы «Аполлон». И тогда она уже была завершена, эта программа, не в 1972 году, во время последней высадки, а уже в 1975 году, когда была завершена программа «Союз Аполлон». Были аварии, произошли катастрофы. Первая авария – это пожар во время наземных испытаний на стартовом комплексе. И после пожара сгоревший корабль, который получил название «Аполлон-1», и там была проблема с составом атмосферы для астронавтов. Потом ее изменили, а вот тогда там практически был чистый кислород, искра, и было возгорание, и, конечно же, выйти за пределы капсулы не было никаких возможностей. Тогда погибли три космонавта – Волтел Грисом, Эдвард Яйт и Роберт Чаффи. А вторая произошла во время полета корабля «Аполлон-13», взрыва бака с жидким кислородом, выхода из строя двух из трех батарей топливных элементов, высадка на луну была сорвана. Но астронавты, самое главное, с риском для жизни, ну, они вернулись на Землю. И, наверное, может быть, виной этому несчастливое число 13, может быть, дата запуска тоже была 13-го числа. Тем не менее, тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что никогда в своей истории человечество не достигало каких-то прорывных открытий без жертв, аварий, катастроф. Поэтому, вспоминая эту программу, мы обязаны вспомнить и то, что происходило тогда. В общем-то, все это хорошо известно, задокументировано, описано, исследовано. И тем не менее, существует по-прежнему, и оно очень популярно, теория лунного заговора. Ее основы в 1976 году заложил или изложил в своей книге американский писатель Билл Кейсинг. Его книга «Мы никогда не летали на Луну. Американская афера на 30 миллиардов долларов» вышла через 4 года после финальной лунной миссии. Кейсинг недолго проработал специалистом по тенической литературе в компании подрядчики американской лунной программы. Он уволился из нее за 6 лет до первой высадки астронавтов на Луну. В своей книге он и заложил основу будущей теории Загора. И, как многие доказывают, что, в общем-то, он выполнял заказ тогда КГБ. Но каких-то конкретных свидетельств у меня нет, поэтому это говорит о том, что многие это предполагают. Он нашел так называемые многочисленные нестыковки на видео фото, снятых астронавтов на Луне, и высказал идею о том, что все материалы были отсняты в студии на Земле. Он же описал так называемые непреодолимые технические трудности, с которыми должны были столкнуться организаторы экспедиции. По мотивам книги Кейсинга в 1978 году в Голливуде сняли фильм «Козерог-1». Я этот фильм смотрел, я могу вспомнить, он на меня произвел, знаете, какое-то достаточно странное впечатление. Там играли хорошие актеры, в общем-то, там был увлекательный сюжет. Но ощущение было такое, что, ребята, а зачем вы все это рассказываете, почему вы лжете? И вот эта ложь для меня была тогда абсолютно непонятна. Я этот фильм просмотрел через год после выхода на американские экраны, когда он был продублирован и вышел на советские экраны. Тем не менее, этот фильм прошел с успехом по всему миру. Ну и после этого фильма тогда же возникли слухи о том, что на самом деле его снял режиссер номенитого фильма «2001» «Космическая одиссея» Стэнли Кубрик. В 1999 году появилось видео с посмертным интервью, так называемым посмертным интервью Кубрика, в котором он признавался в подлоге. Потом выяснил, что режиссер интервью не делал, а его роль на видео сыграл актер. Ну, в общем-то, с того времени теория лунного загора стала очень популярной истойкой. Сначала в нашей стране, потом во всем мире. Ну, а теперь, теперь подчеркну, что 49% россиян, 5-6% американцев и, что меня вообще поражает, 21% жителей Британских островов считают, что на самом деле этой экспедиции не было. У меня уже подходит просто время перерыва. Я прервусь на несколько минут, как и обычно, а потом я вам познакомлю вас с мнениями тех людей, которые являются реальными экспертами в этой области. Причем я не буду приводить мнения американских специалистов. Я приведу мнения советских, российских специалистов. Вот это, на мой взгляд, будет интересно. А потом, конечно, мы с вами все побеседуем. Перерыв.